Проблема у меня в чём? В том, что рождена двумя половыми органами, но мужской орган не развит. Я благодаря этому смогла родить ребёнка. Евгения Алексеева ещё три года назад была Русланом. В 2015 году ей удалось через суд поменять пол. Юридически. Физически ей проводить операцию по смене пола не потребовалось. Природа сделала так, чтобы у Евгении был выбор, кем быть в итоге. Секрет хранила от посторонних, пока в один из дней нашу героиню не задержали полицейские по обвинению в краже телефона. Допрос подозреваемой сняли на камеру. После этого видео оказалось в соцсетях. Эту запись увидели односельчане, друзья и знакомые Евгении. И в одночасье отвернулись от особенного человека. Естественно, это видео разлетелось по всем сайтам. Естественно, вся деревня увидела это видео и стали издеваться родственники, как бывшие родственники, как я считала родственниками. Естественно, они отвернулись сразу все. И что от меня, что от моего ребёнка. Да, у Евгении есть сын. Ему почти полтора года. Забеременеть нашей героине удалось вопреки прогнозам медиков. Но природа сжалилась. После огласки женщина впала в депрессию и уже несколько раз пыталась покончить с собой. Но мысль о сыне помогла выкарабкаться. Сейчас Евгения ищет справедливости. Она обратилась к адвокатам, чтобы наказать полицейских, которые опубликовали видео. Также пострадавшая хочет взыскать компенсацию морального вреда. Когда они снимали это всё на телефон, они, естественно, смеялись. Они очень грубо разговаривали. Естественно, они меня постоянно называли «оно». То есть я сижу в коридоре. Вот оно сидит. Оно, иди сюда. Естественно, это очень неприятно и, конечно, это оскорбительно для меня лично. Как пояснили в полиции, официально у гражданина Якимчука уже три судимости. Его подозревают в оказании услуг интимного характера ради заработка и с целью грабежа. Обстоятельства этого неординарного происшествия выглядят следующим образом. В конце сентября в полицию города Иркутска обратился гражданин. Мужчина сообщил, что нашёл на сайте знакомств интересную, по его мнению, собеседницу. Назначил ей встречу для последующего свидания. Снял для этого жильё, квартиру. И в ходе встречи употребил алкоголь. Внезапно уснул. Не исключено, что не без использования каких-либо дополнительных средств проснулся. Женщины рядом не было. Мобильный телефон отсутствовал. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили предполагаемого участника этих недавних событий, коим оказалась 35-летняя женщина. Однако в процессе установления личности выяснилось, что по документам, как бы это странно ни звучало, женщина по документам является мужчиной. Как пояснили в пресс-службе МВД, такую видеосъёмку ведут, чтобы установить личность подозреваемого. А запись выложили в соцсети намеренно, чтобы найти других потерпевших от рук гражданина Якимчука. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Устанавливаются лица, которые распространили посредством сети интернет-сведения о частной жизни лица, составляющие личную или семейную тайну, без его согласия. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Теперь Евгению ждёт неминуемая и неоднозначная популярность. И к ней женщина, по её собственным словам, готова. Ведь у неё по-настоящему мужской характер. Гермафродиты, они такие же люди. Они также относятся к социуму мужчина и женщина. Не надо над такими людьми смеяться и издеваться. Где гарантия, что ваш ребёнок не родится таким же? Николай Бессонов, Артём Синтоцкий. Новости АЭС Байкал-ТВ.